Всем привет! Это видео будет о том, как продвигать ваш сайт автоматически, возможно ли это, если возможно, то каким образом. Собственно, была целая эпоха, по крайней мере в Рунете, автоматического продвижения, и это было на пике ссылочного продвижения. И действительно был инструмент, это продвижение ссылками разного уровня, когда эти действия по простановке ссылок на свой сайт, специализированные системы пытались автоматизировать. Были системы линкатор, и условно линкаторы, как их стали потом уже называть, как группы систем, которые занимались ссылкообменом с несколькими сайтами практически в автоматическом режиме, таком полуавтоматическом. И это давало в течение довольно большого промежутка времени топы, и реально можно было по конкурентным запросам выйти в топ и в Яндексе, и в Гугле, только за счет того, что вот эта система вас обменивала ссылками с другими сайтами. Потом стали появляться системы платной простановки ссылок. Это была система Кликс, которая размещала на главных страницах сайтов. Потом появились САПа и еще несколько систем. Ну, собственно, почти все из них либо в таком до сих пор существуют в еле живом состоянии. Ну, и есть САПа, которая до сих пор живее всех живых, хотя у них обороты, конечно, упали заметно после всех этих санкций Яндекса и снижения влияния ссылок. И вот эти системы, точнее, системы, созданные на основе бирж ссылок, на основе САПа в том числе, уже пошли практически полностью автоматизированы. То есть вам нужно было... Они вам выдавали рекомендации, например, SEO-пульс, веб-эффектор, руки в какой-то степени. Ну, наверное, все из основных. И они вам предоставляли возможность выполнить их рекомендации. То есть они говорили, что на этой странице нужно вот эти ключевики употребить столько-то раз. Но основную, наиболее такую эффективную на тот момент работу, про установку ссылок они убрали на себя. Вы выбирали только страницу, которую вы хотите продвигать. И они вам с этим помогали, с выбором этой страницы. И запросы, по которым вы хотите продвигаться, они вам тоже с этим помогали. Вам нужно было только принять решение, хотите именно по этому запросу продвигаться или нет. Все, вы указывали. Система вам рекомендовала бюджет, который нужно вкидывать на ссылки. Вы с ним соглашались или его меняли. И, соответственно, система уже автоматически закупала, снимала ссылки, проверяла их эффективность и так далее. Это была отличная история, и она работала в течение нескольких лет. Работала отлично. Буксовать она стала, когда желающих автоматически продвинуться стало довольно много. И все нормальные фильтры этой системы стали забиваться махом. То есть они все нормальные ссылки уже проставили. А клиенты все идут. И им нужно было где-то еще брать ссылки. В итоге их фильтры по качеству ссылок стали расширяться. То есть они вынуждены были брать все больше и больше ссылок более низкого качества. Потом еще более низкого, еще более низкого. И здесь последние годы существования такого популярности этих систем уже качество ссылок, которые они проставляли, было, ну, такое себе. Кроме этого, там была история с тем, что то запускалось продвижение, то останавливалось. И, соответственно, деньги на балансе кончились, ссылки резко снялись и так далее. То есть здесь это не вина была самих систем, но это было довольно неудобно. Точнее, неестественно для поисковиков. И продвижение от этого не всегда убивалось, но страдало. Как бы понятно, что это было неестественное мигание ссылок. И даже когда продвижение просто стартовало, и пользователь соглашался с рекомендованным системой бюджетом, то ссылки закупались резко сразу, как правило. То есть потом уже они пытались вводить некоторую постепенность, но это все равно было довольно быстро. То есть в течение месяца могли проставиться там тысячи ссылок. И это, конечно, очень много, ссылочный взрыв, который уже тогда был не очень приятной штукой, и сейчас тем более. И эта история стала заканчиваться ровно в тот момент, когда сначала Google ввел свой антисылочный пингвин, а потом Яндекс ввел Минусинск. И оба этих фильтра штрафовали за такое особо борзое использование ссылок. И, во-первых, ссылочные биржи стали понемногу загибаться, а во-вторых, все эти системы автоматизации тоже. Очень сильно подкосило эту историю, когда в одной из популярных автоматических систем многие сайты накрыло еще и поведенческим фильтром, потому что они пытались накручивать переходы по тем ссылкам, которые они проставляли. И это в какой-то момент действительно работало лучше, то есть ссылки, по которым были реальные переходы. Работали несколько лучше, чем когда переходов не было, и они просто где-то были проставлены. Но не факт, что это именно усиление самих ссылок. Возможно, это была просто отдельная метрика, которая показывала, что на сайт идет разносторонний трафик, и это давало усиление, а не то, что ссылки стали сильнее работать. Но как только это спалилось, то система вынуждена была убрать эту накрутку, но сайты уже влетели. То есть многие сайты влетели в этой системе, многие сайты влетели в параллельно работающих системах накрутки типа юзератора, и тогда от этого отказались. То есть уже за ссылки были санкции, добавили санкции за поведенческие. И, кстати, сама система юзератор и подобное, они были тоже системной автоматизацией, конечно же. То есть это была уже не ссылочная эра, это уже была больше поведенческая эра, и юзератор всеми его волнами, то есть было там 7, по-моему, или 8 уже версий алгоритма юзератора, как они пробовали подбирать этих, сначала были боты, потом живые люди и так далее, которые имитировали действия пользователей. И это работало, то есть до того, как Яндекс в очередной раз не палил эту тему и не прикрывал лавочку, не штрафовал те сайты, которые использовались. И санкции за накрутку поведенческих очень жесткие. Я давно не видел влетаний за накрутку, но когда последние разы сайты влетали, улетали они на 8-9 месяцев с момента остановки накрутки. Поэтому, возвращаясь к нашей теме системы автоматизации, автоматизации силопродвижения, любая автоматизация, такая практически полная, основана на использовании какого-то одного фактора, который в какой-то момент времени самый сильный и такой, сверхфактор такой, то есть который сильнее, чем все остальные факторы вместе взятые. И накрутив только его, выкрутив только его на максимум, можно даже при слабом, слабых всех остальных факторах получить топы. Такими факторами были ссылки, напоминаю, и поведенческие факторы. На данный момент это не так. И тот, и тот фактор как самостоятельные факторы ослабли, и они до сих пор сильны, но выкрутив только один из них на максимум, уже нельзя получить топы. То есть уже нужно, чтобы у вас сайт был разносторонний, уже хороший как минимум, и выкруткой поведенческих можно его подтолкнуть, но есть ресурс. Все остальное, все остальные системы только частично помогают автоматизировать ряд действий. То есть есть системы, которые помогают автоматизировать работу с ключевыми словами. То есть это база ключевых слов, это, например, букварикс, это система анализа конкурентов, например, серпстат, система анализа ссылок в том же серпстате, и в Ахревсе есть. Это анализ запросов, эффективности запросов, это, например, наш сервис Moravenic Tools. И все это разные аспекты автоматизации. То есть дальше это есть системы по краулингу, то есть это спайдер, это Netpeak Spider и Screaming Frog, которые обходят ваш сайт аналогично тому, как обходят ваш сайт роботы, и здесь помогают выявить ошибки. Есть система, которая позволяет просканировать весь сайт на наличие неуникальных текстов, например, у ETXT есть такая система. И это разные аспекты, и мы их используем, многие из них используем в своей работе, как можно удешевить стоимость рутинных работ за счет использования некоторой автоматизации. Вот это сейчас есть, и это очень здорово, и мы это активно используем, пишем и свои системы, и используем чужие. Но это только техническая автоматизация. Это автоматизация ряда работ, но основную, основное ядро работ делается аналитиками, делается вручную, и эти системы только помогают продвигать ваш сайт, но никак не автоматизируют полностью всю работу. Вот то, что я хотел рассказать сегодня про автоматизацию продвижения. Если у вас остались вопросы или предложения, пишите в комментариях под этим видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока!